Вот только что позвонил по телефону отец Павел Ермоленко. Давай, Володя, открой ему, и что, закрыто у нас все. Ну вот, ну мы уже позавтракаем. Встаем в 4.40. А зачем так, говорят, рано. Да не так-то это и рано уже. Ага, вот он, его видать. Вот он на ворот стоит, богатырь. Колясочка у него. Володя тот с той стороны подошел, развязывает все. Давай, Володя Павел, заезжай. А заезжает, приезжает, что? Что-то, что-то рыбу наловил или что? А дальше, ну а дальше что? Вот они идут. А дальше подойдет сюда, будет видно. Будем расспрашивать, что он там. Отсюда он увозит всякие книги. Я ему столько материала дал. Один раз. Тысячи. Отдельно у меня материал выходил когда-то. Крещение, покаяние. Он Новых Заветов, красных трехтомников сколько брал. Вот они к нам подходят. Что-то там какая-то задержка. А этот под ногами шнырек. Ну-ка, уходи оттуда. Вот так. А тут паре. Уходи, уходи. Уходи оттуда, белый. Уходи оттуда. С миром принимаем, отец Павел. Давай, раздевайся. Завтракать будешь? Нет, благодарю. Ну давай, проходи. Дай ему валенки или еще тут. Да я, наверное, тапочки одену. Ты надолго? Не надолго. Торопишься? Не шибко. Не торопишься? Нет. Ну тут про тебя спрашивали, как у тебя дела по интернету. Ваня-то как у тебя? Да слава богу, аллилуйя. Он с тобой? Да. Ну что, зайдешь? Зайду. Давай. Помоги ему раздеться. Мои большие валенки дай, а то пол холодный. Я, наверное, возьму тапочки у меня есть. Ну а что ему надо? Он свои тапочки сейчас возьмет. Да, вот это отлично будет. У нас есть тепло. Я не сторонник, когда кто-то одевает обувь. Ну, нужда. О, представляю. Тут картошечку сварили сегодня ему. Вот, чтобы показать, какая у нас картошка, я вот в ладони возьму. Вот. Потом мы ее очистим, подсушиваем и все как надо. Вот сзади вас там. Тащи сюда, скажи. Пусть затащит все это. Что он там привез, господи, рыбы? Нет. Вот все. Зарамы приезжают. Так. Я сейчас переключу на эту на свою. Вот так. Ну-ка. Ой. Показать тут наши ресурсы. Вот. Вот этот форум наш. Ну и, конечно, надо обновить только видеоканал. Большой. Большой, большой. Вчера тут была Екатерина. Давай я сейчас, Павел, сюда проходи. Да, брат. С миром. Туда наши общие знакомые. Вот. На стол садись. Ну, могу с тобой. Спасибо. Ну, ладно. Я тебя сразу буду расспрашивать. Отец Павел приехал к нам выйти. А, ты не против, что я тебя снимаю-то? Да ладно. Это потому что ты у нас близкий друг товарищ. А, что дать? Игорь Добунов звонил, спрашивает. Отец Павел вам куда-нибудь может довезти надо? Он подъедет в 9 часов сюда. А, ну, встретимся, поговорим. Он сказал, встретимся, поговорим. Ну, рассказывай о своем житье-бытии. Где находишься. Спрашивает, кому он принадлежит теперь. Христу принадлежит-то, я думаю. В церкви находишься. 24 часа. Так, сейчас. Говори, говори. Я маленечко тут поярче сделаю для гостей. Это мы экономим электричество. Так. Кому где принадлежишь-то? Русская православная церковь. А? Русская православная церковь. Понятно, Лугафангел ты или кто там? Нет. Нет? Не Утихона? Нет, не Утихона. Сейчас мы перешли к другому епископу. Ну, погромче говори. Другому епископу перешли. Другому. Да как кто другой-то познаком? Акакий. Акак. Ну, в первую очередь, я сразу о нем все узнаю, как звать его. Сербский. А? Сербский. Акакий. Я не пойму это. Епископ Акакий. Акакий? А откуда он? Сербия. Сербия? А что им тут делать-то, с сербом-то? Они с нашим архиепископом Тихоном, который был у нас, он его посвящал. Ну, понятно. Да куда в Сербии-то эти? Зачем, когда тут своих столько епископов? Ну, это уже никак. А сербам-то тут что на русской территории делать-то? У них самое большое количество абортов в мире. Да у нас. У них там все развалено, абсолютно. Мы проехали, это я не знаю, только после войны в Белоруссии так было. Еще судак, я никогда не думал, что это как грехи у них научились. Экзотические просто-то нигде нету. Акакий. Там нельзя не проверить, а вон где рукоположен-то был? Ты его знал? Нашим архиепископом. А, архиепископ один, он не может, он с кем-то. А не с Вениамином? А несколько, да? Двое. Двое или трое там руку полагало его. А у него это с кем-то, как его звать? Йос фамилия, помню, немец у него был. Я это подробности не знаю там. Ну ладно, дело в том, что ты о своей душе знаешь это в офисе. Это все можно, но недосягаемо далеко. Другое дело, были бы... Им видней. Ну а ты когда ходишь, ты тебя где-то, когда раздаешь, спрашивают куда, где-то встретиться можно или нет? Я свой адрес даю. Ну, свой домой прийти, помолиться. Ну, в смысле пообщаться. А Женя так к вам ходит, нет? А, да, отец Евгения. А как это там, которые были у вас там, Николай? Ну, а как мы дружественно? Никак. Бывший порторг? Ну, у него, видимо, осталось что-то от того прежнего. Они властям на вас не жалуются? Да я откуда могу узнать? Жалуются, не жалуются? Ну да. Они по-другому не могут, сергианцы. Это у них главное это... Зажать, сообщить, чтобы закрыли, посадили. Я-то это все испытал от них, знаю. Ну, сейчас власти-то и к ним никак не обращаться. Властям это не надо. У властей своих, а у патриархии своих, там, с Константинополем сейчас они схватились. Украину-то отшибли. Да. Сейчас у меня только... Я вчера только отвечал на этот вопрос, большой вопрос. Я говорю, виноваты та и другая сторона. У патриархии сколько лет они просили автономии? Не дали, не дали, теперь увели совсем. Все. Все. А греки, они по-другому не могут. Они вселенские, у кого-то. У него ничего нету. В самой Греции, у меня грек здесь был, жил. И он говорил, у них только в Греции 15% греков. А остальное там турки, русские, грузины, армяне. То есть вот такое вот. Он в Арфоломее вселенский. Ну, смешно даже. Ну, сколько у него там, кажется, 200, что ли? Сколько там приходов? Или 2000. А у русских-то там где-то тысячи. Недавно эту таблицу дали. А-то таблица. Тут мне еще не скажешь. И они надмиваются. Они всегда греки были. Нам подсунули такого везде. Вот это раскол. Это все же от них шло. Никона надоумели переправлять книги. А больше перепортили, чем выправили-то. Кто делал? И когда пришли, прислали не Евангелие, а сондуки Ладану. И пошли горы копать. Пещерное христианство-то. Сразу киево-пещерская лавра. А Христос говорит, идите по всему миру, идите. Пропадать Евангелие. Евангелие ни одного не привезли. Вообще нету. А если привезли, где оно? Как называется? Ну, потом уж Астрожская Библия будет. Тогда ничего не было. Я когда рассказываю об этом, вот они, паслы-то пришли, мы были как на небе. Я говорю, а на каком? Все язычники пошли. Ни одного крещеного-то не было. Язык греческий не понимали. А кого понимали? Они воевали только. Их никто за людей-то не считал, как патриарх Алексей Второй, говорит. Это Кирилл. Люди второго сорта, а то и третьего. И что они там могли увидеть? Запах приятный. Вот это Шариков, говорю, на кухне хорошо пахнет. А что еще там понравилось? Как одеты, одежды какие. А потом что? Ну, а потом давали что-то есть, там, выпить дали. Ну, как на небе были. А мусульманин видел бы другое совсем на небе. А небо, которое и действительное, Павел говорит, глаз не видел, ухо не слышал, на сердце не приходило. А у язычника пришло, он узнал, какое царство. Ну, явно дело, что натягивает. Раньше говорили, князь Владимир, когда крестил, то говорил, что кто не примет крещение, тот мне не друг. Я говорю, берете? Он не так сказал. А сейчас прямо пишут. Он сказал, тот мне враг. А врага рядом стоят с мечами воины. Ему это ничего не стоило. У родного брата Ярополку убил, жену отнял, когда своих было две тысячи. Красное солнышко. Ну, маленько гляньте, они не понимали, где самая суть-то. Да, он не стал другим, да, он там распустил жен, наложницы. Ну, не по Евангелию избирали это. А в это время в Греции-то там были два их, этих, Василиска, как их называют, царевича-то. Молоденькие совсем-то. И они видят, что Корсунь берет, там, и что делать? Он говорит, а, ну отдайте замуж. Так она, там, вроде монашка где-то. Ну, я разорю-то, Константинополь. Иди тогда, сестра, за него. Ведь речь зашла, он пошел не за верой. Он пошел за середной женой и за грабежом. И вот он ослеп, теперь крестили. Это такие басни. Одно самое главное. Евангелие не получили, не уверовали. Вот и все. А кто не будет веровать, крестится. Где он будет? А кто будет веровать, крестится, спасен будет. Вот сегодня, когда все расставишь и понимаешь, как. Я говорю, вот тебя как звать? Владимир. А в честь кого ты назвал? Ну, наверное, князь Владимир. Да князь Владимир, это язычник. Он крещение принял Василия. Мы Владимира не знаем. А у нас везде Владимир Владимирович видит. Видно, из поколения в поколение идет в честь язычника. Он нас Глебом называет. Да я говорю, в честь кого? Ну, а сыновья? Нет. Это Давид и Роман, они приняли крещение. Глеба нету. Это обман. То есть, ничего не знают. А вы что, Александра этого не признаете? Я говорю, знать я его не знаю. А почему? Потому что он когда принял схему Алексея. Вот этого я знаю. Этот мне нравится. Я ему молюсь. А это одно имя осталось. И подражать ему нельзя было. Акафисты составляют. От юности возлюбил Еси Акафистов. Он не любил Акафистов. Он любил, наконец, скакать, мячом махать. Знаешь, одно вранье сплошное. Вот сейчас с Константинополем, где врут на каждом шагу. Каноны нашли там где-то. Да нет в канонах этого-то. Чтобы с чужой территории приходил, забирал, экзарха дали. Украина-то там, у кого там? Все ересь оттуда ползут. Там спрашивать нечего. И вы считаете неправы? Неправы. На каждой епархии дать автокефалию, дать этому Тихону, вот она как есть, Агапангелу, кто там, Антоний приезжает, Орлов. Вот это автокефалия. Я в Москве когда был у отца Кирилла Сахара, они все боролись, чтобы не давали. Не давали, как бы. Я говорю, почему? Объясните. Скажите, вот, пишите, Ладитийская церковь, Сардийская пишут. Они друг на другом командовали? Нет, отдельное послание идут в каждой церкви. Отдельное, ни одно. Я сейчас, ну, Константинопольский патриарх, он в Алтайской епархии не будет писать. Он Кириллу напишет. Томас называет это в возвышенном тоне. Послание. И вот они сейчас ломятся. Какое? Я говорю, на спасение как это может повлиять, что с патриархом они там что-то не делят? Ну, как на меня оно повлияет? Я вчера молился, сегодня молился. Вчера проповедовал, сегодня проповедовал. Жить не во грехе. Жить милостиво. Нужно нуждающихся узнать. Не остаться безразличным. Я вчера это знал и сегодня. А не выполняю я грешник. Вчера и сегодня. Хоть сто раз ты мне говоришь. А я больше себе притянуть. Так что с меня спрашивают тогда? Ну, давайте меня подпишем. Прямо к апостолу Павлу. Или скажем, епархия Иисуса Христа. А я курил, так и курю. Как пил, так и пью. Это все... Вот я тебе рассказал о моем положении, что пишут. Вот, ну и дальше. Вчера большой тут ролик пришлось. Сказали, вчера, 11-е было декабря, 100-летие рождения Соженицына. 100 лет он родился. Ровно 100 лет. Ну и на меня вышел один. Он Юрий Соболев, его фамилия, в Красноярске. Он ведет занятия в метрополии. Эти, катехизаторские. А в государстве, преподает в государственном университете. Еще в академии преподает. Такой человек. Ну, он говорит, как-то бы в вашей жизни какое участие принял. Моей принял, а я в него. Еще вчера я говорил, и Ваня тебе покажет ролик послушать. Я первый в стране, которая распространила архипелаг ГУЛАГ. На 10 лет раньше, как первые главы, были напечатаны в журнале Твардовского «Новый мир». Я первый был. Почему? Так Господь мне положил на сердце. Мне сильно помогло знание архипелага ГУЛАГ, когда пошел в тюрьму. Что делать, как говорить. Это книга о всех преступлениях. И как нас с женицами сейчас нападают. Обо всем переговорили. Я лично его не встречал. Хотя мог встретиться. Он проезжал, когда с Америки через Дальний Восток. И завернул, видимо, к фастам здесь. Тогда Вильгельм был еще живой. А я потеряю в кибал. Мне, езжай, езжай. Для меня ли там будет дело? Лично я не знаком. У него там встреча с людьми знакомыми. Ну, скажут, что вы распространяете. Ну, даже сказали, он взвинул на меня. А то вы распространяете я. Ну, благодарю. Все. А мне надо ехать, платить деньги на вазале толще. Не, я не поеду. Вот. Вчера отметили мы. Помолились за него. Его вера была не евангельская. И спросили вы меня, как вы считаете, он рожден свыше или нет? Да нет, конечно. Даже намека на это нету. Это был счастнейший человек. Жить не по лжи. Как он написал, там трясется все. Не веришь в эту власть? Не ходи на демонстрацию. Не веришь так? Не хвали. Не веришь? Не хлопай в ладоши. Не голосуй. Не избирай этих депутатов, которые будут тебе до 100 лет пенсионный возраст устанавливать. Тебе дали себе, вот у меня пенсия, 7 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А у депутата, которого избрали здесь, он вообще не работает, еще нету. 400, оклад, тысяч, не считая добавки, там 500 с лишним. А зачем? Чтобы за любое решение президента проголосовали, а я не сам. Ваши, вами избранные депутаты. Поэтому не станите. Я все рассказываю. Говори о себе. Давно не видели. Что там у вас? Рад видеть вас. А? Рад видеть вас. Ну, видеть, я знаю, спаси Христос. Так, рассказывай, что там у вас? В деревне живем. В деревне? В какой? Крудимся. Духовой. Далеко от города? 25 километров. А, ну, дом-то за вами в городе? Ну, пока мы хотим его продать. Пока, как бы, покупателей нету. Ну, как они приходят? Я бы не советовал тебе это делать. Нет. Дом хороший, сидит у реки, и что-то не заладится. Нет, ты хозяин. А что, тебе денег не хватает? Ну, деньги нужны. Ну, нужны это дом. Вот. Вот у нас были люди, которые говорили, батюшка, только не продавай дом. Продала, там купила, не пожила, сейчас потеряю теперь. А здесь дома-то нету. Ну, ладно, еще там сын или кто поможет. Я не советую никак тебе, отец Павел. На сто раз подумай. Там каждый гвоздь с тобой забитый. Там все близко. А годы-то к осени поплыли. Крепись, бодрись, но хочешь или не хочешь, а они уже в лосы посеребрели. Так что, готовься. С вами посоветуйте, скажите, я очень против продажи дома. Столько доброго дела, столько ты через этот дом, и жена тут была, и тут она упокоилась, и все. Все это совмести в кучу. Деньги Бог даст где-то. Какие там деньги-то в деревне-то, человек? Так много? За сколько купил? За триста сорок. Триста сорок тысяч. Ну, не такая уже эта сумма-то большая. А тебе негде заработать? Нет почему? У меня не появляются деньги. Ну, появляются, значит. Ты меня послушай. Жалеть будешь, и потом бесполезно. Хоть волосы вырви. Запечатай, законопать там его, или на квартиру пусти. Ну, и сохрани. Место удобное. От Барнаула недалеко. Река рядом, прям на берегу обиживешь. Да, я понимаю. А? Я все эти достоинства знаю. Но я тебе дело говорю? Я говорю, я все достоинства знаю. И Ваня там родился, Ваня там родины. Да ради этого-то сохрани. Ну ладно, хорошо. И как? Я буду молиться, чтобы Господь помог тебе финансово обойтись, а дом не продавать. Ну, в общем, как бы, желаем, кто бы, если желал, ехать в деревню. Ну, желаешь уезжай, но дом сохрани. А желая, чтобы кто-то, может, желает жить в деревне, мы могли бы принять. Но условия такие, как у вас. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лгет. Ну, у нас на всю деревню, а ты только на свой дом. Нет, я на всю деревню. А сколько там дворов? Там дворов немного. Там вымирающая деревня. Ну да, умирающая, но ты не можешь сказать, там сейчас что, деревню никто не курит? Курят. Ну да, поэтому тебе не установили. Тебе не сделать это. Дело все в том, что в общину. Общину. Ну, общину пережать, которые у вас люди будут где-то. А если она умирающая, что-то люди не поют? Зачем? Люди вымирают, безбожники вымирают, пьяницы вымирают. Ну, я не знаю. Думаю, что только которые люди очень близкие, а так это у нас уже с основания, и твердо стоит все, и тоже. Да, сейчас людей-то нету нормальных. Да. Не найдешь. И покалечено все. Покалечено все. Ой-ой-ой. Я принес... Опять распечатал все, да? Распечатал. Как у тебя было? Ты же давал такие. Я давал, но мы постоянно работаем над ними. Постоянно все это, как говорится, лучше и лучше и лучше делаем. Поэтому есть, что здесь почитать. Ну и совет, может, что-то добавить, что-то убрать. Нет, я тебе не буду советовать. У тебя Ваня есть, ты веруешь. Какие советы? Нет, ну советы еще что-то, понимаете? То есть... Советы это... Я сказал все. В моих книгах все сказано. Понимаю. 4124 вопроса. И вот заходи сюда, вот смотри сейчас. Я просто, Володя, маленечко отвлекись сюда. Вот смотри. Вот это наш сайт. Вот эти Библии, православный библейский сайт. Спаситель, тут все. И вот, допустим, вот. 4124 ответа. Видишь? Вот себе, я на его нажал. Вот это вот. А, допустим, здесь не надо. И вот это вопрос. Что тебя интересует? А Библия, богослужение, болезнь, будущее. 55 папок. Какое тебе интересует? Канонизация, коммунизм, крещение, литература, молитва, монашество, мощи. Какой вопрос тебя интересует? Скажи. Все, что интересует, я знаю, где найти. Ну, вот смотри, теперь, ну, допустим, о молитве. Вот, глядя, теперь я ткнул в нее молитву. Она его открывает. Вот она о молитве. Вопросы. 50-69, том 1. Где написано в Библии, что можно молиться умершим, и что они нас слышат? В притче о Лазаре говорится, что от них, что у них есть законы пророки, пусть их слушают. Разве могут святые помочь нам? Вопрос. Вопрос. Теперь смотри, теперь я на него наставляю, вот оползет рука. Я ее нажал, а вот теперь ответ пошел. Как легко, то удобно тебе. Отсюда вот тебе нравится, допустим. Хороший вопрос, хороший. Гляди, печатать не надо. Я его беру, вот так вот вверху нажал и повел вниз. Гляди. Вопрос. Так, я теперь провожу до конца. Shift нажал только, вот оно. Все высветилось. Теперь я его копирую. Теперь все. Все теперь я уже понес. Теперь открываю Word. Вот он где. Смотри. Открываю на все. Вставляю. Все, перенес. Ну, надо крупнее. Я его выделил. Ну, сейчас цифру вместо 12 дам 20. Так видно тебе? Да. Вот видно. Ну, а теперь ты можешь вот так вот сделать. сделать, чтобы красным, корей. Теперь смотри. Вот он вопрос. Где написано в Библии, что можно молиться умершим и что они нас слышат? Сколько? Больше страницы? Больше. Ну, надо страницы поставить. Ставка. Номера страниц. А где поставить? По середке или с краю? Я пишу с центра. По центру. Все. По ши страницы. Первая, вторая, третья. Вот она страница идет. Видишь? Какая страница? Четвертая тут. Все. Бери сейчас, доряжай. Только все. Уже напечатано. Четыре тысячи. Это я в университетах отвечал. Легко, удобно. Не надо ничего добавлять. Вот это места, это вы... Смотри, ответ какой. Дальше, прочитаем. У человека есть бессмертная душа. Ответ. Называем это даже духом. И верующие могут к ним приступать. Слово приступать нужно расшифровать. Телом войти туда мы не можем. Значит, входить в общение можно только через молитву. Это можно выделить отдельно, чтобы оно выделилось. Это библейское. Вот отдельно. Можно сделать другим светом. Евреям 12, 23. К торжествующему собору и первен Самакзов. А что к торжествующему? О, тут пропущен один стих, надо было впереди. Мы сейчас Библию, смотри, открываем. Евреям 12, 23. Так, Евреям 12, 23. А вот она. К торжествующему собору. А, ну вот 22. 22 стих говорит, приступили. Ну, мы его сейчас копируем, этот стих. Я его опять туда перевожу. Смотри. Я ничего не делаю. Просто так. Вот оно где. Теперь вот сюда. Вот я 23 стих, а мне 22 надо. Я этот вот так впереди поставлю. Взял. Вот оно. А это 23 стих. Но вы приступили к горе Ксиона. Приступили. К ограду Бога Живаго. Ну, Живаго сейчас не говорят, а говорят Живого. К небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. К торжествующему собору. У-у-у. Прекрасно. Мы его сейчас также сделаем, как вот под общий текст. Приступили к праведникам, достигшимся, к духам праведников. По порядку, открыв это место, отвечайте на вопрос. Как приступаете к Богу? Мы приступили к горе Ксиона, к ограду Бога Живого. Как приступаете и к Иерусалиму Небесному? И везде вы дадите ответ только через молитву. Тут можно с новой строки. Прошу вас, не будьте упрямы и твердолоба. Это обописано, как сектанты. Вы другого ответа здесь сами не можете дать. Мысленно вообразите. Кто не дает вам признать Е. Тут надо дает, а надо Е поставить. Она буквой Е вот. Вот, дает. Вам признать то, что язык уже произносит. Вот на таких-то ваших вопросах вас уловляет Господь. Вот теперь маленько еще. Он уловляет мудрецов и их же лукавством. И советничий тыльт становится тщетным. Ну и дальше еще местописание. Мне нравится, когда оно выделено, резко выделяется. Все. А то, что святые живы и знают, что совершается на земле, вы тоже признаете, если верите Библии. Вы тоже признаете. Е на ее. Так. Смотри. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу, убиенную за Слово Божие. И за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, да коли, владыка, святый. Ну сейчас не говорят святый, а святой. Переправим. Истинный. Не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Ну еще можно тоже поставить ее. Пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополняют число. Вот так. Ага. Теперь это мы доказываем, что у человека есть душа. Здесь речь идет о душах, которые принадлежали убиенным. В родительном падеже чьи души? Убиенных. Не души убиенные, а души, принадлежащие убиенным. Как же можно адвентистам и яговистам считать эти места и не верить? Полная безграмотность в грамматике. Двоечники по русскому языку. Я ничего не придумываю. И в послании к евреям апостол Павел, как Иоанн Богослов говорит, духам праведников. Духи, которые праведникам. Точно так же в родительном падеже употребляет слово праведник. Праведник это человек с телом и душой. Так мы привыкли понимать. Евреи, разделенные на две секты, парисея и апостол Духеев, дали основание православию и сектанству. Апостол Павел был парисеем от парисеев, как он пишет, и признавал наличие живой души в человеке. А саддукеи, как адвентисты и яговисты, эти современные саддукеи, это отрицают душу. Апостол Павел и говорит, мы приступили к духам праведников, то есть духам, принадлежащим жившим праведниках. Ветхозаветный жертвенник прообразовал собой крест Христов. А крест есть проявление высочайшей любви Божией, на нем распята любовь. Песня 24. Он ввел меня в дом Пиры, и знамя надо мною любовь. Значит, ошибочка, запятую надо. Души убиенных находятся под покровом любви Божией на небе, и они знают, что их кровь еще не отпущена. То есть расстрельщики царя, коммунисты, антихристы все еще находятся у власти, чтобы в России все еще не прошел нюрненский процесс, чтобы все еще не повесили этих извергов рода человеческого. И святые молятся об этом, доколе не мстишь. Смотри, тебе не надо ничего придумать, добавлять. Значит, теперь я еще дальше, значит, попутно поставлю запятушку. Значит, святые в курсе политических событий в России и знают, за кого проголосовали пенсионеры Ридигера, патриарха Алексея. Они не только знают настоящую политическую обстановку, но им иногда дается прозревать в будущее. 1 Царств 20-19. И предаст Господь Израиль вместе с тобой в руки филистимлян. Умерший Самуил говорит. Завтра ты, сына, сыны твои будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Я-то говорю по Библии, а сектанты-то любят Библию-то. Ну и теперь с ними. Это сказал Самуил накануне битвы царя Саула и крушения его тирании. Мы просим человека помолиться о нас, когда он уезжает при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие вас благодарили за нас. Я пока оставляю эту украшение. Тем более сильна молитва этих людей, когда они освободились от бревного тела. Второе Петра. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Петр говорит. Здесь дается намек на то, что апостол Петр будет заинтересован в действии своей проповеди после ухода из этой жизни. Таковы костяные места, позволяющие молиться святым, но нигде в Библии нет прямого указания повеления молиться им, и поэтому не может быть никакого укора тем, кто не признает правомощную молитву святым. То есть мне дается молиться, а другого я не могу упрекать, тащить. Вот я пишу непонятное действие магнита. Полюсов влияние минус, плюс. Электричество, невидимые нити, и всему хозяин мой Иисус, сотворив голубенькую точку, ни на чем повесил в пустоте. Чудеса в избытке днем и ночью, как хозяин веселит гостей Господь. А в груди глухим сердцебиением биотоки в жилы гонят кровь. В линии, через пальцы, при молении, мой котел работает без дров. Удивления нет числа и меры. От зачатия все сплошное чудо. Головой открыл у мамы двери, но вперед ногами путь отсюда. То есть у матери головой вылез ты. Это кожа. Сам я из воды погрузился в воду при крещении. Почему мужчинам дам кадык? Многому не придаем значения. Кожа на лице, глаза и лоб выражают тысячи эмоций. Каждый вечер отхожу во гроб. Воскресаю утром, саван сбросив. Все, смерть предстоит всем. Оглянусь, а жизнь-то на исходе. Неужели? Кончилось так быстро. От воспоминаний в половоде Мещутся от страха мысли искры. Мой титаник льдину не достанет. Ангелом-хранителем утешен. Предстоит с умершими свидания. На весах друзей врагов был взвешен. Плюс и минус. Стрелка задрожала. Из болезни выползает змей. Грех прощен. Исторгнутое жало. Омертвело. Ухожу к зиме. Ну? Прекрасно. Как? Прекрасно. Ну так вот это прекрасно. Теперь я тебе это и просишь. Я тебе говорю, пожалуйста. Тут только на лип проставить, что это шестой месяц, восьмого июня. Это я написал. Второе. Вот так вот. 2002 года. Игла. Игнатий Лапкин. Может сколько? Готово. Теперь смотри. Я опять сюда захожу. Я захожу и опять туда. Тебя что интересует? Ну здесь, допустим. Канонизация. О! Обращение ко Христу. Да ты в этом направлении, ты работаешь, благовестник Божий. Открываем. 28 ткнули. А тут пошли вопросы. Как избавиться от гордости и серебролюбия? Вопрос. Все-таки как быстро человек должен бежать, чтобы спастись? Значит ли отвергнет себя перестать жить для самого себя полностью? Вопрос. Какой? 847-й, второй том. Посмотреть? Ткнул в него. А вот и ответ. А ответ теперь я смотри, как делаю, чтобы крупнее было. Я его копирую. На время сверну. Этот закрою. Вопрос такой, это ушло. Теперь это мне мешает. Снова, знаете, сколько тут движений? Ну, мало. Теперь. Все. Я его вставил. А теперь мне только увеличить его до двадцатки, чтобы по глазам моим слепым. Все. Значит ли отвергнет себя перестать жить для самого себя полностью? Это все. Это уже можно печатать. Сейчас только... И сюда страницы по плугу-то такие вот. Вот эту бумагу тебе это сделать в три раза толще, в четыре, можно в течение до обеда. И при том, вопросы по Писанию, по святым отцам, по канонам, по житьям святых. Гляди. Имеется в виду свое эгоистичное, противоречащее божественному, чисто человеческое, человеческое, земное, которое иногда называется просто сатанинским. Человеческое, сатанинским. Матфея 16, 23. Он же обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. А мы думаем, да у меня человеческое мне не чуждо. Отвергнеть себя не противоречит Слову Божию. Никогда. Как бы ты ни был до этого научен, какие бы академии ни кончал, отвергнеть, то есть отрекись, отсеки, вырви, брось. Если правый глаз, тут вот видишь, там все взято. Отсекая член за членом, ты исчезнешь полностью, и тогда уже сможешь сказать галатам, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Господь не осуждает чистые земные радости, связанные с нашей плотью, которая должна являться храмом Духа Святого. И храм этот нужно содержать в должном состоянии. Нигде в Своем Божьем нет и намека на то истязание, буквально изуверство, к которому прибегали пустыножители, как Симеон Столпник в молодые годы. Когда увидели, что у него тело-то гниет и черви вываливаются, в ужас пришел настоятель. Он не знал, что сделать. Постали за водой, он веревку снял, затянул, а она из-за испарь моих листьев все откнулось. Феодор Сикиот, так что их руководители приходили в ужас и говорили, вам не хватает только взять и нож и зарезать себя. Это настоятель говорит, монахи они никого не признавали. Ни апостолы, ни жены мироносицы ничего подобного не вытворяли. Они тоже терпели решение невзгоды и скитались в милотних и козьих кожах. Но это было вынужденное состояние. Они продавали умение и стоимость проданного слагали к ногам апостолов, а далее жили нормальной жизнью. И апостол Павел призывает не корички собирать 47 лет в пустыне, как Мария Египетская. А именно работать своими руками и дает в том пример, чтобы было еще уделять нуждающимся. Нужен такой-то вопрос? Так от таких-то вопросов, дорогой мой, вот я сейчас его закрою здесь, чтобы ты не отвлекся. Все, уже вот они лежат. Видите, вот она прыгнула, вопрос. Он отдельно уже вырванный. Теперь я снова возвращаюсь назад. Тема, какая община? Ой, вот так нужно, что как общину создать? Надо община? Давай ткнем вот это. Какой? 29 номер. Община. Пошли вопросы. Игнатий Тихонович, расскажите о своей общине. Кого в нее принимать? Крещеных или всех, кто хочет? Ну, только вместо Игнатия посадь Павел. Вот смотри, я ткнул второй том. 649 страница. Это вопрос. Я ткнул. А вот и ответ. Любого, кто желает, о спасении из Писания по святым канонам церкви, у нас признают крещение только с полным троекратным погружением. В нашей книге к истинному православию есть глава «История крестовоздижевского общения», там все написано. Может быть, можно сделать что-то лучше в устройстве общины, но у нас слишком жесткие правила рамки, за пределы которых нам не дозволено выходить. Мы против декларации митрополита Сергия. Ныне руководство, наше руководство, и мы против экуменического движения. Наша община, повторяю, отовсюду, единственная в РПЦЗ. И все это благодаря тому, что мы изучаем смысл священного Писания. Если архиереи и приезжающие к нам священники будут делать вид, что будто бы наша община ничем от них не отличается, ничего тут особенного нет, везде так, то это будет не просто неправда, а лепит их парализованного завистью ума. Ничего подобного они нигде не видели и сами не создадут, пока не обратятся к Богу по евангельскому пути. Четко, твердо, с основанием. Ну ладно, мне это не нужно. Ты скажешь, а что, можно ли общине быть совсем без епископа, если он все делает, чтобы разрушить общину? Интересно? Как не нужно? Нужно. Нужно, смотри. Я открываю. Вопрос 659-й. А вот ответ, действительно. Вы только увеличивайте, у меня не видно. Не видно? Да, нам надо увеличить в ворде. А, увеличить. Ну ладно. Понятно? Понятно, Игорь. Да вот это, ты говоришь, я знаю. Так это 4 тысячи. Теперь смотри. Я знаю, где найти обращение туда. Я все-то не знаю, а знаю, что где найти. Во свете Библии, вот это открытый. Сайт Ваня заходит. Вот она внизу. Вопросы. Мы с вами заходим, тоже. Вопросы, вот справа. Видите, какие вопросы? Дальше. Что тут написано? Праздники, политика, покаяние. Ну нужно покаяние? Обязательно. Ткнул. Вот она, покаяние пошли. Как можно заработать себе терпение? С чего начинать? Как избавиться от злопамятства и гневливости? Нужный вопрос. Нужно? Да. Ну теперь, как избавиться? Теперь вопрос такой-то, о том, такой-то. Дальше. Ну вот, допустим. Блаженный миротворцы, ибо они наречены будут становиться Божьими. А там записка в университете. О ком говорит Господь? Кто может стать миротворцем? Какими качествами обладать? Может ли быть миротворцем неверующий? Это силу Он. Примерять всех с миром? Или это возрожденный благодатью Божией? Сам, примирившийся с Богом и призванную благодатью примерять с Богом других? Вопрос. А теперь смотри. Я воткнул сейчас. Я воткнул. А теперь ответ. Так вопрос-то, как ответ? Вот я, допустим. Сейчас я опять выдвиную. Ну, выделить это минутное дело. Скопировать? Да какой минуты? Секундное дело. Перетащить? Тоже несколько секунд. Так. Ну, а теперь смотри. Вот Володя говорит, плохо видно. Сделаем мы сейчас. Хорошо будет видно. Сделаем жирным. Вот он вопрос. Ответ. На такие вопросы отвечать не нужно. Они уже отвечены. Только первая часть неясно звучит. Только за это блаженство дается уподоблению Сыну Божию Христу. Сыну Божию Христу. Он примирил нас с Богом Отцом. И мы делаем то же, когда благовествуем миру и любви Божией, что Христос умер за наши грехи. Итак, мы посланники, апостол Павел говорит, от имени Христа и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом. Он не примиряет, а наоборот, везде сияет конфликты, раздоры и всех давит под масонство, как масонская организация, призванная всех привести к подножке Антихристу. Америка развязывает войны, шутя, играющие. Но это ей аукнется вскоре. Миротворца может быть только последователь, свидетель Христа. И он может говорить, что Бог примиряется с нами через жертву Христа. Ну, я сейчас покажу, чтобы сильнее было видно. Все сделаю жирным. Нужен такой ответ? Только заходи. Да. И ты можешь сейчас только страницу за страницей, а сейчас прилепляй ниже и только на ксероксе пошел. Купи картридж, краска где, и тебе хватит целую книгу напечатать. Ни две, ни три. Я не буду думать, что говорить, сидеть, печатать. Все напечатано. Вот это, что здесь, это все печатали. А от кого это компьютер, то другое? Как применять будешь? Нож для чего? Ножом сколько порешили? А пшеница сколько споили людей? Это... Более человеческое. Да. Или в лучшую сторону, или в худшую. Да, об этом говорил этот Гурьянов и Иоанн, этот крестьянкин особенно. К нему обращались. Здесь не инструмент виновата человеческая воля. что, отец Павел, я тебе свое сокровище отдаю. Ваня, пусть на меня зайдет только в скайпе. Я ему скину все это. Гнатья Тихонович, я приехал вот за этим, за визитками. Это я тебе дам и ты можешь издать сам. Разговор идет... Есть у вас напечатано. Я вам... Ну, сколько есть, у нас кончается, уже мы не можем. Мы издаем... Я пока тоже не могу, не могу их в это... Слушай внимательно. Вот сейчас ты спрашиваешь где-то. Я сейчас скажу, где-то, где у меня здесь документы есть. Документы. Я в них только войду сейчас. Я сейчас не сразу-то найду, плохо вижу где-то. Документы. Вот сейчас я найду. Пуск. Документы. О-о-о! Документы. Ага, ошибку допустила. Вот она. Ой-ой-ой! Документы. Это надо еще сейчас сделать мне. Так. Эх, ушло. Теперь создать папочку. Я папочку создал. Документы сейчас. Документы. Я их нашел где. А взять не могу. А почему? Потому что куда тащить-то? Теперь снова писать надо. Ну, что-то ошибка где-то. Да. Понял. Мои документы. Ну, я не знаю. Тут мне еще, видно, не сделать. Первый раз зарядил хорошо, они все были. Я бы их вытащил. А сейчас не вижу. Боком сижу. Ознакомиться с другими. Молчанием придается Бог. Ох, а почему нету? Документы. Канон Андрея Критского. Ну, тут, короче, я бы мог найти где-то это, если у меня спрашивали. И у них в электронной версии вот эта та и другая сторона. У меня просят в разных городах. Я им отсылаю, они это сразу берут, к себе перекачивают, напряжку, идут и заказывают. Сколько хочешь. И чем больше заказываешь, тем они дешевле делаются. Тысяча она по рублю будет стоить. Если две тысячи, они могут стоить копеек 70. А три тысячи копеек по 50. То есть мы довели до 33 копеек за эту. Ну, это тысяча, может, 15-20 тысяч. Это заказать можете здесь. Только дать им образец. А образец я скину. В электронной версии. Вам ничего не надо. Вот себе на флешку взял, пошел, заказал, деньги отдал и завтра получает все. Притом она не будет отличаться ничем. Понял? Я в торопях тут не могу найти, где документы. Я сейчас уберу. Я не могу найти. А почему не могу найти? А неожиданно так. Документы это. Вытащенный сайт из кучки. Интересно, первый раз высветило все, а сейчас нет. Чем это объяснить? А может быть вот это запечатало. Я и размотрел. Пуск документов. Нет, не дает. Документы. Документы. Все правильно запечатал. А нету. Значит, она не знает, где это. Мне надо просто поискать. В фотографиях вот здесь где-то. Статистика. А может быть вот здесь вот. Библиотека. Италия, Италия, Игнатия, Черноморя. Черноморя. Я тебе скину. А вы заказывать-то когда будете? Заказывать когда будете? Мы не будем заказывать пока. Заказываю не я, Сергей Пухов заказывает. Да у него все в руках как раз. У него все копии, вы на него выходите. Телефон-то есть? Есть. Все, я всем это кидал. У меня тут что-то было, я не знаю, с компьютером, и он все в кучу у меня сгреб. И там кое-что пропало. Пропало, но где-то оно есть у нас. Я сейчас даже не знаю где. Сейчас я еще спрошу. Визитка. Андрея, визитка, занятие, биография, видео, где-то. Заготовки. Ну, просто не неожиданно так. Книги, конкурсы, лагерь. Ну, ответ быстрый. Я вот вижу, смотрите, я смотрю, вот сколько папок, нужно все по одной, потихоньку пройти, и где-то оно здесь есть. Видишь, материал у меня, просто не выскажешь, сколько материалов. И надо, техника не отвечает, потому что оно где-то в каком-то месте, где оно не достает. Или оно по другим названиям. Так, что еще тебе нужно? Ну, как бы так вот. Все. Ну, вопрос этот решили. Напечатайте сами. Только зайти надо вам в скайп. Запомнишь слово? Скайп. Написать на бумажке? Да нет, запомнил. Ваня, чтобы зашел, вот он скайп, смотри. Изучение Библии, скайп. У нас идут занятия. Ваня никогда не заходил. У нас занятия идут три раза в неделю. А у нас там интернета нету. Там связи нету. О-о-о, куда залез? Да, конечно, зачем-то это? Потеряют-ка, связь есть, смотрят. А это моя родина. Так же, как вы на родину свою, так и мы на родину. Ну, если сегодня нет там связи, ты отворван от этого, я считаю... Ну, она как есть, ее там надо на Бугор вылазить, да. Это некоторые сложности. Ну, это большой ущерб. Это большой-большой минус. Вот она идет, где. Вот Сергей Пупков. Так. Я сейчас пошлю. Сейчас ты пошел. Ты дома? Я ему спрашиваю. Вот я сейчас ему дал вопрос. Ты дома? Все улетело. Притом бесплатно. Вот сейчас надо, которые пришли. Здесь вот есть. Вот изучение Библии, священник. Это московский. Это здесь. Печатает. Вот он пишет уже. Видишь, трясется. Ага. Он пишет. Мне это проще. Деньги отдал ему. А я проще всего. Ну, может быть, как тоже. И пусть это закажет. Ну, да. Потому что я не знаю, где он уже знает, где ходы-выходы-то. Кому обращаться и все. Где дешевле знаю. Можно даже сейчас с Игорем доехать. Он свободен, как раз, на машине. Сейчас скажу ему. Сколько тебе нужно? Да у него нету. Он говорит, у вас. У него нету. Чего нету? Визиток нету. Заказать. А, заказать? Так. Не знаю. Отец Павел хочет заказать. Сколько? Я не знаю, сколько. Это совместно с вами. Потому что вообще. Как бы я вложился бы, чтобы совместно с вами. Нет, мы не знаем. Ну, сколько? Тысяча. Ему надо с Сергеем встретиться. Это с Сергеем. Если вы заказывать будете. Сколько примерно хотя бы тебе надо? Сколько? Тысяча минимум. Минимум тысяча. Ну, минимум. Давай две нас задавим. А? Две тысячи сразу. Дешевле будет намного. Ну, понятно. Две тысячи. Ну, сейчас-то у вас сколько-то есть? Не могу. Нету. Его нету. У вас нету. Все у нас есть, отец Павел. Все есть. Вот смотри, я ему написал, что вышли мне копии, с чего печатаем визитки. Отец Павел хочет заказать две тысячи. И ты бы его взял в свои компаньоны. Он сейчас будет отмечать. Заметьте, вот здесь вот вертеться начнет кривая. Вопросы, видишь, как легко решаются, когда что-то есть в руках. И вот эту визитку вот так составить, как она выглядит, какой крест, что с обратной стороны, это все парализованный Сергей сделал. И мы с ним туда-сюда кидали визитку. Я говорю, крест вот такой сделать, вот по-новому переделать. Еще напишут, я говорю, вот телефон надо еще подставить. Он опять туда. И ты на этой визитке... Ага, ну это... Вот он, ничего не отвечает. Пошел искать, наверное. Видишь, как хорошо. С кем беседуешь, что... Все здесь написано. Вот вчера наша беседа с этим, с Юрием. Вот она, уже везде разослана. Просолженицы на который, смотри, я его сейчас нажал только. Все. Подгляди. Смотри, надеваю наушники. Кто тут пришел ко мне? Господи, благослови. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром принимаем, Юрий. Вот так. Сегодня... Столетие со дня рождения выдающегося русского писателя, деятеля, человека, который боролся за свободу слова и, самое главное, за правду, за истину. А именно речь идет о Александре Исаевиче Солженицыне. И я вот хотел бы в этот день почтить, так сказать, его память, его дело, беседой с вами, потому что этот человек оставил, точнее, его труды вслед в вашей биографии. И поэтому хотел бы задать несколько вопросов и поговорить именно об Александре Солженицыне. Я согласен. Спасибо, Христос. Ну и первый вопрос, Игнатий Тихонович, который касается Солженицына. Как, когда вы впервые познакомились с его творчеством, и как вам вообще вот пришла эта идея таким образом распространять, размножать его труд архипелаг ГУАГ? Вот это первый вопрос. Ну, вначале я услышал о нем, когда приехал в Пензу, о его первой книге. Я тогда переезжал. И там один из баптистов говорит, вы слышали такая книга? Один Дени Ивана Денисовича Солженицына. Я говорю, нет. Он стал говорить, там, говорит, описывает Алешка, баптист, фигура такая. Ну, насколько, говорит, хорошо он отзывается. А тогда не принято было, кто у него, баптисты, враги. Вот и вдруг человек добрый относится, писатель. А я и писателя-то не знаю. Но я прочитал, никакого следа во мне это не оставило. Необычный язык, у него особые выражения. Некоторые уже вошли в словарный запас русского языка. Вот это и на это обратил внимание. Остальное еще один день работает. Я сам строитель. Я увидел, что дело знает, о чем пишет. Но никак я не отреагировал. А вот дальше, тут уже моя связь была с теми, кто в поле зрения компетентных органов КГБ попал. Я разработал такой порядок. Я знал, что рано или поздно будут меня трепать. Сделать так. Кто ко мне приходит, про эту книгу я уже слышал. Отрывки читал. И объявлял. К нам квартира, это вторая строительная 6216 в городе Барнауле. 16-е почтовое отделение. Кто приходит, я говорю, а приезжали отовсюду люди. Из городов. Тогда Ленинград был. У кого такая книга есть? Я не спрашиваю, вы мне только не говорите. Как заходишь налево, у меня как стенка была, кровать заканчивается. И в ногах у кровати. И вверху полка. Сюда книгу положите. Когда я прочитаю, я опять положу. И когда придете, опять возьмете. Я не знал. То есть меня хоть режь, хоть убивай. Я не знаю. То есть вот эта система помогла мне никого не выдать. И не солгать. И меня солгать, это быть чуждым моему Господу Иисусу Христу. Потому что всякая лошадь, дьявол, он отец лжи. Евангелие Отяна 8, 44. Всякая неправда есть грех. Но таким путем у меня оказалась в руках эта книга. Теперь сказать ее издание, какое было, что для меня просто невозможно. Но видно, что эта книга уже побывала во многих руках. Какие листики. А я переплёщик-реставратор, много занимался этим. Я стал ее читать. Считать это не то слово. Я как будто бы встретил дорогого, знакомого, близкого человека. Который много больше меня знает по этой отрасли. Столько испытал. И не то, что там глотал, как говорят. А я вошел туда, ком он говорит, я живу с ними. Потом мне это поможет, когда меня арестуют. Он мне дал одно главное правило. Ты, если тебя арестовали, тебя привезли в тюрьму, ты скажи, я пришел умереть. И все, сдохла собака. Больше они со мной ничего не сделают. Что бы ни делали, они больше смерти дать еще не могут. Это я понял. Мы посещали тогда отделенных баптистов. И у них кто-то вернулся из заключения. Там Минокоп из Алтайского края. Такие известные деятели были. Ну, он говорит, у вас, бывает, костюм сзади разрезан, как у шинели, чтобы шагать можно было. Вы зашейте. Там придется спать на железе, на бетоне. Никогда не надо ложиться на спину. Почему? На живот. Потом я убойка, Николай Евграф еще прочитал. Живот, там переваривается пища, там все время котел. Здесь нервные окончания, спина рядом. Ты сразу же сядешь. Все пропало, организм нас сдаст. Мне это очень помогло. Я пришел, сразу же иголку в руки, я люблю очень шить. Зашил намертво на несколько полосах. Все, где такие разрезы были, все удалил. И вот когда книга эта попала, я начал читать. Я о нем тоже ничего не знал. И биографии там мало сказано. Я сразу начал о нем молиться. Ну не просто как поминать. Ну поминальник записали, там кому-то дали. Нет. Это мой близкий, очень близкий друг, товарищ и брат. Который старше меня. И который так много знает. Я ученик его. В этом вопросе. А верю, он говорит, мало я понял. Тут он может быть учеником на моих занятиях. А у нас занятия-то дошли. Вот это 78-й год примерно. Вот это примерно так вот. 79-й начинался только. Ну, сколько я знал, моих знаний здесь не хватило. Я понял, я тут спотыкаюсь. Проверить я не могу. Так ли это или нет, я не видал. Когда берут тебя, какие отношения, как зэки. Но я понял, у него большой недостаток. Он это все делал, как герой, как мужчина, как артиллерист, как капитан, как коммунист. Которому открылись глаза на всю бездну. Так, теперь смотри. Сергей Пупков зашел. Вот он, прислал уже все. Теперь смотри. Как мне это сделать? Сохранить как? Так, визитка. Вот я не один. Все. Она у меня уже лежит здесь. Вот она. Одна сторона. А вот она, другая сторона. А теперь я это закрываю. Визитка. Где-то надо найти. А вот она, визитка. Она уже на экране. На рабочем столе. Я ее открываю. Ну, я теперь вот здесь могу ее сделать вот так выше. Все. Вот это я тебе могу дать. Если у тебя флешка есть. У меня нет флешки. Ну, не могу. Еще купить надо. Я тоже дать не могу флешку. Вот на нее все здесь сказано. Все. И ты придешь в типографию, или Сергей, готовое дело. Только дал, заплатил деньги, они с нее сделали. А это их клише. Ну, я могу сделать больше. Картинка вот такая вот. Видишь, как легко делается. Это вот самый Сергей Павлович и стоит. Изображение. Так, что еще? Ага, мне надо вот здесь закрыть. Изображение. Так. Я сейчас повторю, что компаньоны надо тебя взять. Я повтор делаю. Здорово. Ты посмотрел, сколько новых людей приходят. И вы мой духовный отец. Я не знал никогда. В одном. Еврейка пришла, семейство. Мусульманка приезжала. Пришла от свидетелей Юговы, притом. Там она была у них. И здесь мы с ней были. Я говорю, ты не ездишь зимой. Нет. Это она была Райхана. А теперь крестили ее Рахиль. С полным погружением. Мы пошли к митрополиту Сергию. Этот митрополит Серги, если бы к нему вы обратились, он в один день принял бы. Это другой, чем Максим. Этот приезжает к нам все время. Даже сравнивать не приходится где-то. И вот мы пошли с ней. Она сюда рвется. Я говорю, ты не езди. Сейчас холодно. Нет. А то вы умрете, а с вами не встречусь. Приехала. Муж отпустила. Муж, видно, неверующий. Ну и мы пошли к архиерею. На машине нас повезли. Чтобы можно разрешили везде снимать. И мы по всем храмам с ней в монастырь проехали. Благословились, помолились везде. И вот она была здесь и уехала. Это новые люди приходят. Совершенно незнакомые. Притом только на наши заходят. Вот сейчас, допустим, с Юрием сейчас мы говорили. Это один файл. Вот я открываю его. Вот он. Куда столкнули Россию. Но у него не связаны с верой. И я понял, что здесь мы очень расходимся. И я стал молиться о нем. Вот сейчас бы, допустим, объявили конкурс. Ну, какой-то Солженицынский фонд. Сказали, кто в каком году стал молиться о нем. Об Александре Саевиче. Молиться так? Все, Игдач Игдач Игдач, я поехал. Все. Под ногами у тебя, говорит, слезы лучше стояли. Ты мне дай. Все, на этом. Он для меня сделал там. Так, ты это... Что, заканчивай? Да нет, я спрашиваю, мне его отдай, отцепи. Нет, я говорю, закрывать? Нет, нет, не закрывай, только отцепи ее мне. Я благодарю тебя во мне. Ты пошел куда? К Людмиле Степановой? Посмотри. Нет. Нет, посмотри. Нет. Визитки посмотри. Хорошо. Понятно. Посмотри. Ну, вот так. Ты понял? Да, да. Ты вот это все можешь посмотреть. Сколько всего и сколько новых людей. Притом люди, которые... Ну, не через кого-то, а прямо через интернет. Мы, говорят, ну, решили тут помойку. И случайно на вас натолкнулись. Теперь, говорят, все. Утром только помолимся и скорее. А я выставляю не один ролик, а в среднем где-то 5-6-10 роликов в день. А отдельно начитаны Златоуст, Библия, ежедневное добротолюбие, святые отцы, там, Иоанн Кронштадтский. У меня идет целая серия. Помогли, нашлись помощники, которых я не знал. С Америки. С Богом. С Богом. Там, с Белоруссии, с Украины. И они помогли мне аудио перевести в видео. И теперь отдельными роликами все это стоит. Когда я насчитывал, я не знал. И Архипелаг Гулах, кажется, 75 роликов. Отдельно. Это три тома. Ну, а сейчас издали в одном томе ее. Вот так. Ну, наше занятие в том, чтобы встать на молитву 7 раз. Вот мы распространяем молитвы. Отче наш. И благодарение Богу. 7 раз встать на молитву. Иоанн Златоуст пишет, что царь Давид находил время и 7 раз вставал на молитву благодарить Бога. Петь Богу Аллилуйя. Высшая молитва. И вот мы распечатку делаем Иисуса Христа. Злотая связь с небесным миром – это молитва. Святой Праведный Отец Христанский. И здесь берем с Библии. Со Святой Библии. Вот, отлично, и Слово Божие. Да, Слово Божие. И на что обратить внимание, это где подчеркнуто и жирным выделено. Из древних святых отцов, это как Никодим Святогорец, молитва. Здесь все сочетается с этой молитвой. Ну, ну, понятно. Вот, чинаш. Ну, и это, выполняем стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Да, да, да. 118, 164. Мы это все пометили, чтобы это и людям… Вот это все-таки в вас нашел отклик этот. Да. Я этот стих-то размощаю. И благодарение. И здесь прошение, молитв к Богу, обращение, чтобы он умножил в наших сердцах пламенную любовь. Да. Всем сердцем, всем помышлением, всем разумением всей крепостью души нашей. Так, что-то Сергей ответил. Так, визитки у нас мертвым грузом лежат на складе. Пусть берет и распространяет. Когда кончится, я еще захожу. Но он не знает, что мы их развезли. Ага. Володя, что-то принес? Да, немножко есть. Маленько принес. У нас практически все уже разошлось. Каждое воскресенье ходили и везде раздавали и раздавали. Да. Надо вызывать. Господи, дела дьявола во мне, в нас и во всем мире. То есть Господь пришел разорить дела дьявола. Но надо просить Бога молить, чтобы Бог в нас разорил, чтобы мы другие сделались, возрожденные. Даруй нам дар Дух Святой молитвы, движимый Духом Святым во всякое время. У Господа просим. Даруй нам Господи. Бог никакую молитву другую не принимает, кроме движимой Духом Святым. Это Святой Семен Новый Богослов пишет. Очищение, просвещение, освещение, обновление и возрождение, подчеркнули, душ наших у Господа просим. Даруй нам Господи. Это самое главное. Возрождение. Чтобы душа возродилась, полюбила Бога и ближних. Если это не будет, то ничего нет. Все пустое. Все это ходи, там иконы лбом бей, свечки вонючие ставь. Это Богу не угодишь этим. И не благоугодишь. Вот воск наберем на пасеки. Да, то же самое. Восковая свеча. Да. И масло, и лей не... Не вазелена масла. Да, берем... Горит идеал хорошо. Вот идеал заливаем масло. Рафинированное. Умножение любви. Не в каждом молитвословии еще есть. Благодарение Богу. Ну, ну, ну. И умножение любви, чтобы Господь в наших сердцах умножил любовь. То есть вот это вот распространение. Хорошо. Дальше мы читаем, вот Отче наш, и читаем молитвы. Услышь, Боже, волос мой, молитвей моей, Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, и не те же злодеев. Псалом 63, 2, 3. Страха врага. Сейчас страх врага навевает дьявол. Страх. Это не страх Божий. Это совершенно другое. Вот. Человек трусливый, боязливый. А это участь в озере Гиенска. Ну, и здесь молитва, прошение. Все сочетается. Василий Великий, вот пишет святитель. Сначала восславь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния те явленные. И далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его. И четвертое, наконец, и спрашивай у Него, потребное тебе, наипаче, в деле спасения твоего. Посему, последуя сему, можешь ты примерно так молиться. И здесь, вот, преподобный Никодим Святогорец, невидимая брань, молитва взята. Очень хорошая молитва. Хорошо. Древняя молитва. И просим прошения. Здесь 33 Иисусовых молитвы в честь возраста Иисуса Христа. Старец Илпидий, это проповедник, миссионер, благовестник Слова Божия. В Африке он едет, везде миссионерствует, Евангелие там дарит, учит детей. И он просил Бога, Божью Матерь, как в наше время спастись. Явилась ему Царица Небесная уже давно. И говорит, кто будет благодарить Бога, 7 раз вставать, через 3 часа, в 6, в 9, в 12, в 3, вечером в 18, в 6, в 9, в 12, 7 раз благодарить Бога. И 33 раза Иисусу в молитве читать, в молитвенной цепи быть, того Бог спасет, помилует. То есть это на сегодняшний день актуально. Ну и здесь прошения, церковные прошения. «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божьей своей благодатью, Господи помилуй». Это церковные прошения православной церкви, которые... «Ангела, мирно, мирно, отставника, охранителя души, телес нашего Господа просим. Даруй нам, Господи». «Не подай, Господи, а даруй». Это пишет Феофан Затворник, святитель. То есть даруй нам, Господи, дарование. Бог хочет даровать или не хочет, это от Него уже зависит. Наше дело восстать молитвы. Добрый полез душам нашему и мира, мира, и у Господа просим. Даруй нам, Господи. Даруй Господи, священник, огненное служение, у Господа просим. Даруй нам, Господи. Вышли, Господи, делайте на Неву свою, Господа просим. Даруй нам, Господи. За две тысячи лет, почему в православной церкви нету этой молитвы? Бог указывает. Молитесь и же так. То есть просите, Господи, на жатву, чтобы выслал, делайте на Неву свою. Меня поражает, почему молитвы Этой нету И не просили за столько времени Они не понимали, что это надо И об этом надо исповедовать Ходили на благовестие Меня вот это удивляет И вообще с этим Удивительно Столько это и никогда направления В таком прошении не было Молодцы ребята Увеждаровать нам премудрости Страха Божия, целомудрия Смиренно мудрия, рассуждения Здравый, чистый, быстрый, светлый, ясный ум Память, трезвие, внимание, твердость, сострадательность Открыть и умножить нам таланты У Господа просим, дары нам Господи То есть те, которые таланты нам Бог заложил Их надо открыть и еще умножить Задача стоит Увеждайте нас в одежду милосердия Благости, смиренно мудрия Кротости, долготерпения Любовь, да вселяйте на слово твое Обильно, со всякой премудростью Донесем себе слово в миру, Господа просим Дары нам Господи Это все с Евангелия Святого взял Ну да Сокруши Господь сатану под ноги наша вскоре И дары нам сосесть милостью, мужеством, твердостью, дерзновением, крутостью, любовью Благовествовать слово Твое, Господа просим Апостолы просили Почему такой молитвы нет у нас Почему видений таких нет, как ему? Да, видений нету Приди к нам и помоги нам Да, да А то икона явилась, храм, икона, храм Дальше никуда Меня вот это удивляет И сотрет Дух Святой здание, где не были собраны апостолы Когда они эту молитву возбуждали Андрей Кураев выводит и говорит За 2000 лет ни одного мирянина не канонизировали Если он не мученик А одни монахи в святых Даруй нам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Твоим во внутреннем человеке И веру и вселиться Христу в сердца наших У Господа просим Даруй нам Господи Ну почему бы батюшкам не вослать эти молитвы на божественные литургии? Да Да и самим почему бы не стать среди народа и не помолиться? Да Ну и же записать у нас книгу жизни, ставить и в истине поколебимое Имея ум и чувства Христовы У Господа просим Даруй нам Господи Апостол Павел пишет А мы имеем ум Христов Да И чувства Христовы Так мы никогда не сказать А что такое задаю ум Христов? Все сразу в тупик встают Дух Святой значит В человеке Даруй Господи Дух сокрушенный Сердце сокрушенное Смиренное Слезы и память смерти И умиление у Господа Просим Даруй нам Господи Это 50-й Псалом Мы вот здесь включили 50-й Псалом И пометили Раньше Мой грех такой Ну как в московской патриархате было Жертва Богу свечку поставь Не дух сокрушенный Сердце сокрушенное А все вот на материальное Было повернуто Ну вот здесь вот 50-й Псалом Это самая главная строка Это важная очень Это святитель Иоанн Златус пишет Это Дух сокрушенный Жертва Богу Дух сокрушенный Сердце сокрушенное Смиренное Бог не утешит Это самое главное Ну а потом дальше Сердце чисто Созижие у меня Божие И дух прав Он и трубит Ну то есть сердце свое Разломай Чтоб там воцарился Христос Разломай Я и земля и пепел Никто и ничто Домашние это знают Это Иван Он один дома? Нет Там есть у нас люди В твоем доме Кто там и живет сейчас? Там где ты купил-то? Там кто? Ты выехал сейчас из деревни? Или из города выехал? Нет, из города выехал Я и там и там Ну так же как и отец один Да, понятно А где сейчас Кто там живет у тебя в доме-то? Ну есть люди живут Ну если они знают Куда ты поехал? Обязательно Они знают Что ты здесь будешь у меня? Ну я как предположительный Потому что у меня В одно место хотел Потом То есть не знаю Не знаю Тут предполагать что они могут Почему? Не знаю Я говорил Что я намерение Имею поехать Но они расположены К тому что мы делаем Или нет? Да Потому что говорить это одно А вот на дело Когда у нас приезжали Там архимандриты Фотографировали Все Как у нас порядок Мы у себя тоже сделаем Никто не сделал Торговлю убрать Ни один не смог Ни один А торговли нету Святая Десятина Заменяет всю торговлю Все Если Десятина у тебя нету Торговля обязательно будет Никакой торговли нету То есть жить то надо Нету торговли И вот они делали И кто Заглушили Свои цапастыри Как узнали Что не так А ты С теретиками Псевдоправославными Псевдопроповедниками Псевдо Все А сами никакие Никуда на благовестие Не пойдут Ничего Да это себя Через себя надо Это все пропустить Когда мы с вами познакомились Я вот это узнал Что Нужно по другому Все Я сразу это все Начал делать Приехал А там приехали креститься Я говорю У нас безвозмездно Даром Дарим крещение Но для верующих Проходим курс Научения По святой Библии А мы все законы знаем Там им уже Говорится Шашлыки кипят Надо быстрее Крещение принять И все прочее Я говорю Заповеди Божьи Нужно изучать Все это Да мы все знаем Десять заповедей знаете Знаем Но если вот сейчас Вы назовете все Десять заповедей То возможно мы Ваших детей покрестим Десять А там толпа большая Стоит человек двадцать Наверное Я говорю Называйте Они назвали Как обычно Не убей Не укради Не прелюбодей Все Три А я говорю Остальные семь А еще высшие две Которые Они в ступор Все Ни один не может назвать Я говорю Ну как Если вы не назовете Я как вас крестить буду Давайте будем изучать Учиться Даром все Дальше в дальнейшем Произведем Потому что Святой Василий Великий Говорит Если родители Не верующие Ничего не знают Научить их И тогда только Детей у них крестить Чтобы они сами Ходили в церковь Молились Каялись Вот Церковную жизнь вели А если они Не хотят этого Ничего Как их детей Крестить Невозможно Не можно Это делать Я говорю Ну не могу Даром Ну да Ну у нас Полным погружением И даром Махнули там Поедем в камень Заплатим деньги И все Ну и все Поехали а там приехали конечно там за 20 минут он так состоит все за покрестили все таинство продали все священники продали все молодцы а дальше то ответ на страшном суде за все эти беззакония что таинство продаются так состоит это никакой не пожертвование пожертвование это отдельно идет себя сломал в этом да этот обман это от сломал и все все они не помешали у меня и денег нет ничего нету серебролюбия и ничего нету и все а там смотрим бог помогает тебе надежда то требует еще упования на бога уповаешь на бога бог смотришь помогает нет не оттуда и отсюда господь пошлет один архиерей мне рассказывает пришли крестить играть сам я говорю у нас занятие тут надо евангелие считать ну мы будем считать но вы можете приобрести да что покупать что ли он говорит ну желательно они пошли купили стали ну крестить не так вы на занятия ходите он поставил марика ты поп крестить то будешь или нет он говорит ну когда ходить будете он как за ну да пошел ты на и под сводами храма раздалась горит на три буквы я тогда понял что я делаю и он тогда в другой храм а там никто не спрашивает деньги заплатил заплатил давай мошка мокрой ладошкой по мозгам и до свидания а католичное все уже да все католичное печальная картина в православной церкви вот и главное многие священники понимают я горит и с ними беседовал с московском патриархатом да вот если мы все вот так вот откажем и будем учить народ то можно было сдвинуть бы вот с мертвой точки православия чтобы они изучали святое евангелие библию святых отцов все это безвозмездно тогда ты свободен ты свободен от этих от сетовой от этих денег от зависимости этих денег ты свободен просто мире и не они командуют тобой а ты уже рулишь и они подчиняются значит все наполняем храмы сектанты значит у него сумели это сделать изучение библии но приложение свое народ отратили от церкви они нет ни церковь а почему священники этого не добились а подчинились мамоне ну а если бы и многие понимают а я отказываю говорится направляю их учиться безвозмездно дам все это даром божественное что есть бог да сказал даром получили даром давайте но с научением а другой батюшка он там чудит все это таинство продаются все это страха божия нету все он едет к тому в другую деревню тот 15-20 минут лоб крещеный все уже мощеный все готов это сложно даже вот этот и архиепископ то вольный осенецкий то когда он в одессе был то и он пишет даже матерые протеереи значит он их выгонял и лишал и запрещал а значит говорит мне такие не нужны которые шапку только снимут при прихожанам лоб помочат и до свидания то есть неполным погружением он это не признавал этих архиепископ даже протеереев всех заслуженных запрещал мне бог пошлет настоящих которые по полно с научением будут я людей полным погружением погружать воду мне кажется необратимый процесс давно уже прошел никогда ничего не сделает они его уже точку невозврата прошли это уже невозможно катится ему говоришь как он начинает а чё это купание как богу языческому нептуну то есть они сумасшедшие полное погружение нептуна это печатает в своих мурзилках церковных несерьезный подход 50 апостольское правило извергает их всех то есть для желающих это ну ладно и тогда это я же быть и движим духом святым на всякое доброе дело у господа просим да это очень важно потому что без этого мало что ты имеешь духа святаго но еще быть движимым духом святым это пояснение блаженного фефилакта как запряженных в возне и возничий коня запрягает повозку и сидит на облачке и управляет так и дух святой должен нами управлять этот очень важно 8 14 стих кремлинам и толкование на него посмотрите пожалуйста вот поэтому это сыны божии только которые управляем и духом святым только те спасутся а которые так верующие там моя в какой-то там бога верует там что-то он с ним не знаком с иисусом христом как он спасется но для желающих можем прислать нет нет у нас все есть все она будет лежать мы раздавали тогда желающих кто-то может принять я никуда не выхожу в чем дело еще что самое здесь главное здесь и от колдунов 26 псалом и 90 псалом на русском вы там лучше у вас не распаханное поле а у нас при избытком молитва спасение россии рая утоление не раздоров и не строение что что творится там украине молитва дана еще под сети святым патриархом тихоном 18 году вот это когда вот революция произошла то вот не строение все он молитву дал это в церкви мы читаем вот это хорошо вот здесь примирись господом богом с обществом и с собой три примирения должно быть ну и вот еще такой момент здесь 33 псалом молитва утренняя отца ну это понятно это хорошая монах елизар спрашивал господи как мне спасись он там полодвиги несся в пустыне а бог ему отвечает бог отвечает на на все вопросы касающиеся спасения души он говорит поиск слава слове великое слава тебе показавшим свет я тебя спасу и вот мы включили это на утренние в церкви православная поется вот это очень тоже важно для спасения каждой человеческой души они до слова господи сейчас свет потушу все поспешу